Чем больше знаний религиозных у человека, тем он более снисходителен в вопросах религии. А чем меньше знаний, особенно это вот свойственно новообращенным мусульманам, они очень категоричны. И они преподносят ислам как религию всезапрета. Почему? Есть две категории людей. Две категории людей — это муташадидун и другая — это мутасахилун. Муташадидун — это те, которые радикальны в исламе, и другая категория людей, которые, наоборот, на все говорят дозволены. То есть, не изучив, то есть это халяль, я так думаю, мне так кажется. Есть другая категория, что говорит на разрешенную вещь в исламе, они говорят запрещенные. Во-первых, мы должны понимать, что... То есть, сказать на вещь дозволенную халяль, что она халяль, запрещена, это намного страшнее, чем сказать на запрещенную вещь, что она разрешена. Почему? Потому что основа во всем, как сказано, основа во всем халяль. Почему, например, свинина запрещена мусульманам? Потому что Аллах в Коране сказал, запретил это. То есть, если на вещь нет доказательства о ее запрете, то основа ее дозволена. Абдуллах бин Умар, когда ему задавали какой-то вопрос, он часто говорил, я не знаю. Когда ему говорили, почему ты так отвечаешь, не знаю, он говорит, что... То есть, когда ему задавали вопрос, ой, бин Умар, почему ты говоришь, что не знаешь ответ на этот вопрос? Он говорит, а что вы хотите сделать из наших спин мостик для вас в ад? И потом говорит, что нам сказал это бин Умар. То есть, была такая некая, знаете, перед Всевышним Аллахом ответственность. На сегодняшний день, если посмотреть человек, который, например, разбирается в религии, не разбирается, он спешит, он сразу, харам, харам, харам и так далее. Ему легче сказать, что харам, чем разобраться. Конечно, харам. Нет, есть вопрос, где нету сомнений. То есть, и там должен человек сказать, да, этот вопрос, это харам. Но мы говорим сейчас про вопросы спорные, или вопросы, где есть разногласия. Аллах в Коране говорит... То есть, вы не спешите своими языками говорить, это халаль, а это харам. Тем самым, вы лжете о Всевышнем Аллахе. Я помню, когда первый год приехал в Саудию, в Саудзакалавию, на учебу, к муфтию, Абдул-Азиз, аль-Шейху подошел я. Он слепой, в мечеть, район Бадха находится. Я ему задал вопрос, он великий ученый. Я ему задал вопрос, он мне ответил. Ответил на мой вопрос, я начал уходить, и потом у меня охранники остановили. Он говорит, он тебя обратно зовет. Он говорит, о, сыночек, почему ты сейчас услышал от меня ответ, почему ты не спросил у меня доказательства на мой ответ? Я говорю, вы же великий ученый, вы муфтия Саудзакая Аравия. То есть, я, говорит, ученый, но не забывай, что я человек. То есть, я могу ошибиться, я могу забыть. То есть, всегда, как бы, ты должен спросить какой-то, то есть, если человек говорит что-то, он должен подтверждать свои слова, доказать аргументы.